Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Аня Дзука и сегодня мы обсудим последние новости касательно Injustice 2, новости как хорошие, так и возможно не очень. Итак, вы наверное уже знаете, что скоро выходит Ultimate Edition или Legendary Edition, которая включает в себя всех персонажей, дополнительные костюмчики там разные, ну в общем финальное издание игры Injustice 2. И сегодня уже, вот в момент записи этого видео, выйдет стрим от разработчиков, которым расскажут, что вообще за издание, что за патч нас ждет, потому что 22 марта выходит патч, который обновляют все по идее предыдущие издания до Legendary Edition. Вот, все фишки везде будут одинаковые, типа поднятие до 30 уровня и прочее, прочее. Вот, объявление в твиттере Injustice 2 о стриме разработчиков 21 марта, это короче будет у нас либо в 11 или в 12 часов ночи в Москве. В общем, стрим посвященный, вот Watch Tower, посвященный вот этому патчу Legendary Edition. Ну, это первое. Значит так, нам уже известны некоторые костюмы, как будут выглядеть, которые будут входить в это издание. Ну, если вы не в курсе, то вместе с обновлением придут новые костюмы для персонажей. Появились уже некоторые из них, это вот Чудо-женщина, такой костюмчик. Немного мне напоминает доспехи Ариса из первого Injustice, а вот шлем особенно чем-то напоминает, вот это с заслонками. Хорошо, что, ну, как бы, есть такие части костюма, которые реально отличаются от предыдущих. Дальше у нас появился Пугало. Ну, такая в стилистике, я не знаю, Лондону, да, там Джека Потрошителя, вот эта шляпа, есть небольшое сходство, что-то такое. Готопия называется, а вот у Чудо-женщины называется Деми-Гот, это типа как Полу-Вофф. И Starfire появился новый костюм. HMSS Starfire. Сложно ничего сказать, он такой наиболее закрытый среди всех ее костюмов. Вот, такие, ребят, костюмчики, как вам они, пишите в комментариях. Ну, я надеюсь, что костюмы будут на всех вообще персонажей. Ну, по-хорошему, добавлять так на всех. Но я знаю, что еще точно делается костюм на стрелу, обещали костюм с капюшоном, зеленой стрелы. Соответственно, мы ждем еще других персонажей. Также еще некоторые премьерные скины, на Бэтмен на какой-то скин ожидается. В общем, все это дело мы еще увидим. Ну, а сейчас давайте переходить дальше к новостям, которые я бы хотел обсудить. Есть не очень хорошая новость, ребят. Эта новость не очень хорошая для старых игроков, для старичков, кто играет в Injustice 2 изначально после релиза. Ну, или незадолго после релиза. В общем, знаете, есть такая вещь, как токены. Токены это такая типа валюта, которую мы зарабатываем при продаже. Там шмооток, например. Вот мы зайдем в Братский Глаз. И вот обратите внимание на левый нижний угол. И вот третья слева, зелененькая такая вот валюта. У меня их 1680. Это токены. Они нужны для того, чтобы поднять стату ваших костюмов. То есть, ну, вы, наверное, знаете, что с патчем все персонажи, максимальный уровень персонажа выросли до 30-го. А изначально был 20-й максимальный уровень. То есть, мы качали персонажей до этого уровня и одеваем им соответствующие шмотки 20-го уровня. Например, если ваш персонаж 10-го уровня, то шмотки 20-го уровня вы на него не оденете. А шмотки содержат в себе тоже там силу, там, прочность, там, ну и прочее-прочее. Вот. Так вот. Эти токены, они позволяли вам прокачать костюм. То есть, например, у вас персонаж уже прокачался до максимума, а костюм хороший у вас был, там, шмотка, хороший шлем, там, что-то еще. С этого, например, из набора. У вас был там 5-го, 10-го уровня, неважно. Вам он нравился. Вы не хотели его продавать, но вы хотели его качнуть до 20-го уровня, да, и увеличивая параметры. Вот. На это тратился один такой вот токен. То есть, я могу даже просто на примере показать, например. Ну, аквамэн, пускай аквамэн будет. Не знаю. Вот. Вилла 6-го уровня, видите? Мы тратим токен. И сейчас они превратятся в виллу 20-го, потому что у нас аквамэн 20-го уровня. Ну, вот, смотрите. Видите, параметры все выросли справа. Вот мы выбираем новые параметры. Трезубца. И вот, пожалуйста. То есть, мы потратили один токен на это дело. У меня, как видите, 1600 с лишним. Так вот, в чем дело? Все эти токены у нас отберут, ребят, после патча. Все заработанные токены. Объясняют с тем, что хотят что-то там сбалансировать, чтобы там новые игроки там как-то были наравне со старыми или что-то типа того. То есть, посмотрите, я копил эти токены. 1600. Я понимаю, что вот сейчас поднимут уровень персонажа до 30-го. Мне придется каких-то персонажей, может, всех, может, каких-то своих любимых прокачать до 30-ки, да, чтобы боссов мочить, там, все такое прочее. Соответственно, мне нужно будет шмот их тоже поднимать до 30-го уровня. По-любому же, шмот тоже, он будет такой же, как и уровень персонажа. И я бы мог воспользоваться своими старыми токенами, чтобы, ну, все запчасти, все части костюмов поднять тоже до 30-ки после того, как прокачать персонажей. А теперь получается хер тебе. Все, что ты копил, извини меня. Но они не просто кашатымут, они переведут их в валюту, вот в эту, в кредиты. Ну, кредиты, блин, это херня. Они уже не особо нужны, эти кредиты. Ну, так, опять же, кейсы открывать, да, ненужный шмот получать. Вот, а тут я мог бы шмот, который мне нужен, который у меня собран с этого шмот, у меня на многих персонажей собран с этого шмот. То есть полностью наборы, там, на Саб-Зиро, там, на Рейд, на кого-то, на многих персонажей у меня собраны полностью наборы, на Бэтмена собраны. То есть я бы мог просто эти шмоты поднять до 30-го уровня и не париться. А теперь мне придется заново либо этот шмот выбивать в нужном уровне, либо эти токены опять заново зарабатывать и потом все это дело поднимать. Блин, это столько времени опять на все это уйдет Нахрена, непонятно Может я что-то не понимаю Может что-то в балансе я не понимаю Может что-то они не могут реализовать Но это немножко обидно на самом деле Я бы не обиделся, если бы они эти токены Поменяли на кристаллы Вот которые справа, видите, у меня их 11 тысяч Потому что кристаллы, да, они нужны, они редкие Они нужны больше мне, чем токены Потому что за них я буду покупать премьерные скины На персонажей Типа там Бизарра или Бэтмен новый скин выйдет Вот, ну кредиты, блин Ну кредиты их тут в игре за все дают Ну за любой бой ты получаешь кредиты Делаешь комбы, получаешь кредиты Блин, вот А токены ты зарабатываешь Когда ты продаешь Редкий или эпичный шмот Вот за это токены дают Вот, так что вот так, ребят, не знаю, как вы к этому относитесь Пишите в комментариях, мне немножко стало обидно Потому что, ну, опять мне придется тратить свое время На лишние действия На лишнюю рутину Лишнюю прокачку Лишнюю продажу шмота Лишнюю прокачку вот этого всего Снаряжения Мне бы этого, конечно, не хотелось Но разработчики нас застарают это делать Так что вот так, ребят Такие вот новости В общем, пишите ваше мнение в комментариях Ну и ждем, короче, патч Патч и стрим-разработчиков Стрим-разработчиков Значит, сегодня ночью 21, 21 на 22 А патч обещают 22 числа И там мы уже увидим Ну, во-первых, мы узнаем, что будет Что нас ждет, какие конкретно костюмы нас ждут Какие премьеры скины Я надеюсь, объявят Ждут Кстати, будет так же Ну, я об этом уже говорил Будет расширенный режим тренировки Это, конечно, все прикольно Ну вот, как обычно Без ложки дегтя не обошлось В бочке меда Так что вот так, ребят Такие дела Такие новости Жду ваше мнение в комментариях Может вам и пофигу на эти токены Может быть, ну, как бы Они, в принципе, нужны Ну, то есть Как и шмот Высокий уровень нужен для того, чтобы Сражаться в мультивселенных Там, с боссами Потому что, если вы заходите Непрокачанным персонажем То вам очень сложно Там получать дисбаланс Потому что боссы, они все Очень сильно прокачаны Ну, довольно тяжело их побить Если у вас Ну, примерно не равны параметры Ваши костюмы Вот Так что вот такие дела, ребят Ну, в любом случае Я надеюсь, что что-то новенькое Интересное еще нас ждет Что-то появится И в ближайшее время Мы об этом узнаем И, как обычно Если хотите все это дело Узнать тоже первыми То не забывайте Подписываться на канал Сидеть за новыми Роликами И стримами Соответственно Скоро будут стримы По Injustice Будет много стримов По Injustice Потому что мы будем Опять качать персонажей Открывать новый шмот И прочее, прочее, прочее Так что Интересный нас еще ждет, ребят Оставайтесь на канале Вот А с вами был Анин Зук И не забудьте посмотреть Предыдущие прохождения За черепашкинзи Все на канале есть Предыдущие новости Про трофеи Injustice 2 Тоже есть на канале Заходите в плейлисты Смотрите Ну и увидимся В новых видео С вами был Анин Зука До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok